Я хотел сегодня говорить не именно о том, что Господь нас призывает, чтобы мы служили, Господь нам дал дары, и мы должны этими дарами употреблять их дело и каким-то образом что-то делать. Об этом будет еще сказано, говорено, что Господь наделяет нас этой способностью. Но я бы хотел обращать внимание ваше обратить на то, когда Господь призывает или приглашает нас к Себе, то нам нужно откликнуться со своей стороны. Это очень важно услышать и откликнуться. И вот предметом рассуждения я взял, чему именно Господь призывает, приглашает каждого из нас, зачем Он это делает. И, конечно, цель Его, чтобы сформировать, научить нас и сделать особенным нагодом. Это Его цель такая. Я сегодня не буду, может быть, обращаться к тем, которые еще не обратились к Господу или вообще не последовали за Ним. Но аудитория, которая передо мной сейчас, и мы все понимаем, что мы здесь уже призваны. Мы уже обратились к Господу. Каким-то образом мы уже познали Его, имеем это познание. Но в процессе жизни, следования за нашим Господом, Господь хочет нас научить. И призвать, и сделать, и сформировать нас особенным нагодом, как единое, целое, чтобы мы могли каким-то образом врученное им дело довершиться до конца на этой земле. Я хочу прочитать два текста Священного Писания, и мы остановимся и будем рассуждать на трех главных мыслях. Первый текст читаем из Евангелия Марка, глава 3, 13 стиха. Евангелия Марка, 3 глава, 13 стихи. «Потом зашел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему. И поставил из них двенадцать, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. Именно фразу «позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему». Второй текст, который будет как бы основным у нас из первого послания Петра, вторая глава, прочитаю девятый стих. Вторая глава первого послания Петра, девятый стих. «Но вы, народ избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас и дьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованные, а ныне помилованные, возлюбленные. Прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от ласки и похоти, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками». Провождать добродетельную жизнь. Знаете, для того, чтобы быстрее вы могли понять, о чем я хочу сказать, вы помните, когда Самуил был призван на служение? Это был маленький мальчик, которого мать привела в храм, отдала, вообще-то непонятно, как это могло произойти, но это было. И когда этот мальчик остался в храме, мать его приходила каждый год, приносила ему одежду. И вот служением его было утром встать раньше, открыть двери, и вечером после всех закрыть двери в храм. И он спал там в храме, находился, все, там был или священник, который у него в служении, и там были два сына его, которые тоже, если так сказать, не зная долга священнического, тоже, так сказать, в служении, то есть помогали своему отцу. И вот в этих ситуациях, обстоятельством, находился этот мальчик, который, так сказать, возрастал. И вот пришло время, когда Господь не звал. И когда он услышал этот голос, ну, конечно, прибежал к Игорь, и говорит, Игорь, ты зла у меня? Нет, не зла. Второй раз. И третий раз. И тогда я не понял. И говорит этому Самуилу, говорит, слушай, когда зовущий позовет тебя, ты скажи, говори, Господь, ибо слушай, рад твой. И я бы хотел обратить наше внимание именно не на то, что призвание, как давай, а на то, когда зовущий зовет нас, то нужно откликнуться. И нужно принять этот зов и каким-то образом ответить, отреагировать. Давайте возвратимся немножко в наше детство. Немножко посмотрим то, что происходило. Знаете, у детям свойственно много играть на улице, много веселиться. Вот такой резвый образ жизни. Я смотрю по своему сыну, и очень тяжело как-то наклонить, что-то сделать в его жизни. И вот часто бывает так, когда мама зовет, ну, реакция. Никакая не реакция. Ну, когда приходится им давнее звать, то он понимает, что ответственность есть в том, что надо возвратиться, и надо прийти, откликнуться. И вот бывают случаи такие, когда родители зовут детей своих, и какой ответ дети говорят? Какой ответ час мы не слышим? Сейчас! А это сейчас тянется иногда, через час. А может быть и вообще никогда. И таким образом всегда отвечают дети, сейчас! И вот сейчас иногда длится года, может быть десятилетия и многое другое время. Сейчас! Так вот иногда наши духовные жули в жизни, когда Господь призывает нас, или зовет нас к себе, говорит, сын мой, дочь мой, иди сюда, я хочу с тобой поговорить. А вместо того, чтобы откликнуться и сказать, говори, Господи, слушай, трав твой, мы говорим, сейчас! Это сейчас длится очень долго. Итак, друзья мои, Господь нас призывает, или приглашает к себе каждого из нас. И цель у Него не просто что-то сказать, и дальше сходить, и дальше гулять. Но в процессе жизни нас сформировать, и сделать из нас что-то такое естественное, вещественное, важное, чтобы нам получить что-то. Вот, допустим, если в семье двое детей, один взрослый, а другой, может быть, поменьше, и нам нужно что-то передать. Ну, выдуманный пример, допустим, деньги нужно отнести куда-то в другое место, или дать какому-то человеку кому-то. И сумма довольно-таки большая, но родители не могут, надо срочно сделать. Ну, кому мы доверим это дело? Маленькому, который шаловливый, такой возьмет, размотает и будет играться? Или человеку более взрослому, ответственному, который понимает важность, ценность того порученного дела, которое ему можно вручить? Конечно же, более взрослому человеку. Поэтому детям не уверяется ценное, важное, ответственное дело. Но, нужно сказать, что так само и в духовной жизни. Когда человек возрастает, приближается к Богу, по мере приближения, Господь формирует его и вручает ему это дело. Но все мы, приходящие к Богу, нужно сказать, что может быть кому-то 30, кому 50 лет было, кому-то может быть и 70 лет. В момент, когда мы обращаемся к Богу, мы стоим детьми. То есть, как по возрасту нам вроде 30-50 лет, но по развитию мы маленькие дети. И поэтому Господь хочет нас действительно возрасти и донести нам до нашего сознания, что же Господь хочет. И самое главное, чтобы мы откликнулись тогда, когда Господь обращает внимание и призывает нас, и хочет что-то сделать, откликнуться. Призвать, это есть понятие вот такое, которое мы сейчас будем рассуждать, как позвать, пригласить, потребовать явиться или делать что-нибудь. Пригласить. Призвать это пригласить, потребовать явиться. Я вспоминаю свой день, 1981 год, 24 мая, 10 часов 20. В это время я был призван в Советскую армию. В это время я никогда не забуду, даже вспоминаю детали того события, когда собралась молодежь, когда я был в таком состоянии юношей, 18 лет. И вот мне нужно было все оставить и зайти в это время, минуту в минуту, вообще вспомню, за такой железной дверь, который был замок закрыт, я там находился. Когда мне уже везде, я вспоминаю детально, кто шел в собрание, он же проезжал мимо собрания, как это все происходило. Призвать в армию. И, соответственно, образ жизни, который там, не хочу сейчас говорить, но там Господь меня формировал и делал очень многое. Знаете, пришло время, может быть, 2000-е годы, может быть, то, когда многие верующие пытались не призываться в армию, а каким-то образом хитрым откупиться от армии. И таким образом как-то обойти этот момент, таким образом упланиться. Не знаю таких много несостоявшихся сынков, которые действительно не прошли трудностей испытания, и им нужно было еще 10 лет формироваться для того, чтобы достигнуть того уровня, который человек получает, когда он возвращается из Советской Армии. Конечно, это многое можно говорить, но я хочу обратить внимание, главное, тогда, когда Господь призывает нас, мы должны действительно обратиться и отреагировать на то, что Господь хочет сделать в жизни каждого человека. Давайте посмотрим на притчи Иисуса Христа, которую Он привел от человека, который сделал большой брачный пир для Сына Своего. Это записано в Евангелие от Матфея, 22 глава. Это событие многим из нас очень хорошо знакомо, но для того, чтобы нам понять и обратить внимание, и увидеть некоторые детали, я хочу вместе с вами прочитать. 22 глава Евангелия от Матфея, 2 стих ниже. «Царство Небесное подобно человеку царю, который сделал брачный пир для Сына Своего, и послал рабов своих звать званых на брачный пир. И не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказал, «Скажите званым, вот я приготовил обед мой, кельцы мои, что откормлено, заколото, и все готово. Приходите на брачный пир». Но они, пренебревшие, то пошли, кто на поле свое, кто на торговлю свою, прочие же, схватившие рабов, его оскорбили и убили их. Услышалось, и он, царь, разгневался, посла войска свои, истребил убийц. Он изжег город их. Тогда, говорит он рабам своим, «Брачный пир готов, а званые не были достойны». Итак, пойдите по распутии всех, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабыки, вычерчи, на дороге собрали всех, кого только нашли злых и добрых. И брачный пир наполнился возбежащими». Обратите внимание на фразу, которая здесь записана. «Приходите на брачный пир». Приглашение всем званым, достойным, которые были близко к царю, которые должны были быть на этом брачном пире. Но сказано, что эти люди мало того, что не отреагировали или проигнорировали, есть такое выражение, этим приглашением, они еще сказано, те, кто их сильно уберительно приложал, мало кого убили, кого и убили. Также мы видим реакцию царя. Но самое главное здесь, вот фраза, которая здесь сказана, «Займите на брачный пир». И рабы, всех, кого только нашли, пригласили, и, как бы сказать, можно сказать, загнали что-нибудь, и как, ну, прилудили их прийти на этот брачный пир. А вот фраза, что «званные не были достойны». «Званные не были достойны». И, соответственно, они не приняли того приглашения, не приняли именно от того, что сделал этот царь, и, соответственно, каким-то образом оскорбили его, унизили и пренебрели тем призванием, тем приглашением или зловом царя на брачный пир сына своего. Для того, чтобы нам лучше еще понять, я хочу примерно то же самое, прочитать Иоанн Илья от Луки. Я думаю, это очень важно для нас, и чтобы нам лучше понять, обратите внимание, как Иоанн Илья с Лукой в 14 главе описывает примерно то же самое, только там немножко другое событие. 14 глава Иоанна Илья от Луки, 16 стиха. Здесь записано так. «Один человек сделал большой ужин и звал многих». Большой ужин звал многих. И когда наступило время ужина, послал раба сказать злам. «Идите, ибо уже все готово!» И начали все, как бы сговорившись, извиняться, извиняться начали. Первый сказал ему, «Я купил землю, мне нужно пойти и посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня». Другой сказал, «Я купил пять порвалов, иду испытать их. Прошу тебя, извини меня». Третий сказал, «Я женился, потому не могу прийти». И, возвратившись в раб, то донес всем господину своему. Тогда разнялся с хозяин дома, сказал рабу своему, «Пойди скорее по улицам, переулкам, города, и приведи сюда нищик, увечный, хранный, и слепый». И сказал рабу, «Господин исполнен, как приказал ты, и еще есть место». Господин сказал рабу, «Пойди по дорогам изгоря, убеги прийти, чтобы наполнился дом мой. Ибо сказываю вам, что никто из тех званных не вкусит моего куша. Ибо много званных, но мало избранных». Много званных, но мало избранных. Итак, две эти притчи показывают о том, что люди не захотели, слыша злов, приглашения, прийти и побыть на брачном пиве. Второе притчо, которое мы прочитали, говорит о том, что люди начали извиняться, то есть нашли веские причины для того, чтобы отказаться от того приглашения, которое им было дано. Я так думаю, ну неужели нельзя было в другое время прийти, осмотреть, кто съел. Как будто она куда-то бы ушла, или убежала, и кто-то другой купил ее. Или кивалы, которые нужно было испытать. Что нельзя было найти время. Или взять свою молодую жену, и в конце концов прийти на брачный ужин, или на ужин, который он предоторил. Но все же это можно. Но давайте все же задумаемся, в чем же была причина того, что они вот так поступили званные, призванные, те, которые должно было тем, которым должно было быть на этом ужине. Почему они так поступили? Эта основная причина кроется в том, что у них не было расположения хозяина к этому царю. И, соответственно, нежелание прийти на этот брачный пив, чтобы разделить радость этого царя. Нежелание. И в то же время нерасположение. Друзья, дорогие, давайте немножко в реальный мир наш обратимся и посмотрим. Итак, Господь всех призывает к себе. И передо мной аудитория, как я уже сказал, все мы однажды обратились, открыли свое сердце и пожелали все же последовать за Господом. И мы пришли. Но в процессе следования за Господом Господь хочет что-то сказать каждому из нас. Он хочет нас призвать. Он хочет, чтобы мы действительно услышали Его зов, Его призыв и действительно обратились к Нему как к Господу нашей души, как к Тому, Который действительно так много сделал для нас. И скажите, многие сегодня знамы, которые познали Бога, которые понимают, что нужно от них, обращаются или сердце свое открывают для того, чтобы действительно послушаться то, что Господь говорит. Многие сегодня? Вот, если Никита сказал о том, что у нас будет неделя молитвы, и нужно там записаться, дам очень много клеточек, я сразу скажу, они так и останутся, эти клеточки. Знаете, не потому, что мы хотим, не потому, что я такой пессимист, а потому, что мы такие люди, мы не хотим откликнуться, тогда, когда Господь заявил. Или просто мы не слышим. Просто упорно, настойчиво мы не слышим, что Господь говорит. И мы можем оправдать себя, чем? Есть братья служителя, есть молитвенное группу, есть молитвенное собрание, есть еще многое другое, есть еще, еще, а я не корчаю, я говорю то, что как оно в жизни нашей случается. То есть, причина вся не в том, что мы не хотим или не понимаем, а что мы не слышим, не вижим важности, ценности того, что мы должны делать в нашей жизни. И поэтому так получается в нашей жизни. Знаете, иногда мы готовы сделать многое ради того, чтобы иметь какой-то прыгнуть, или иметь что-то получить, или то, что нам интересно. Допустим, кто-то бы нас пригласил на какое-то интересное событие, мероприятие, где будет кушать много, шашлыки, отдыхать. Конечно, если оно ближе к плоти, мы чувствуем, что это приятно будет нам, конечно, мы пойдем туда. Я вспоминаю один случай в своей жизни, когда мне сошли немножко ненормальный человек. То есть, была свадьба, и я там принимал довольно-таки большое участие. До свадьбы мы ставили балаган, шалаши эти, накрывали, потому что это дома совершалось. И в то же время, когда пришел момент, я там не оказался, а пошел в дом плача, обумершен. А Библия говорит, лучше ходить в дом плача, обумершен, потому что живой проложит сердце, нежели в дом пира. И, знаете, это вызвало такое недоумение и непонимание. Почему? В то же время, когда мне пришлось давать отчет и говорить, почему я так сделал, потому что свадьба назначается за месяц, два или больше, а похороны они внезапно. Раз, и вот они нас купили. Но, я знаю, что Господь именно призвал, Господь именно обратил, каким-то образом заговорил к моему сердцу, я не мог ему отказать. Не мог. И, слыша его голос, его зов, я действительно увидел, что там нужно было быть, там нужно было проповедовать, там действительно были люди, собрались родственники, которые действительно слышали слово, они обратились к Господу. Я потом говорил, какое же это благословение было для меня услышать именно зов Господа. Друзья, смотрите, Иоанн, Иоанн 3,16, мы все знаем золотой стих, сказано так, что Бог возлюбил весь мир. Но сказано, что радостная эта весть спасения, которая описана здесь, принадлежит всякому верующему, то есть не всем людям, а всякому. То есть были во все времена люди, которые слышали Божий голос, но откликались единицы. Малое количество людей. Смотрите, за Христом ходили толпы народа. И однажды Христос сам им сказал, вы ели хлеб и насытились. Поэтому вы водите за мной. И Христос получал многократно и многообразно причины. Но были те люди, которые были призваны, которые Господь формировал их, и Он говорил, что им все прича, а вам дана знать тайны царства. и Господь изъяснял и научал и вразумлял и открывал то, что важно было и ценно для них. Ну а тех людей, которые действительно вроде следовали за Господом, ну что происходило в их жизни? Они пришли, послушали, и ушли. Пришли, послушали, покушали, и ушли. И когда смотришь на жизнь этих людей, она такая серенькая, однообразная, такая ровненькая, никаких трудностей, проблем, никаких переживаний, они тоже в толпе, они тоже следовали за Господом. Но зова Божьего, именно то, что Господь приглашает, Божьего призвания, они и так и не услышали с этой жизни. И нам проживается вопрос, а почему? А почему Господь так? А в другом месте написано, да мы же именем Твоей небеса изгоняли, и чудеса творили, и многие другие вещи делали, а Господь не знает, кто такие? Потому что не к этому я вас призывал, не это я хотел в вашей жизни видеть, не это было главным мотивом жизни, а я хотел действительно вас сформировать и дать вам что-то важное, ценное, именно то, что мое, о чем мы рассуждаем. В прошлом воскресенье прозвучала оленем такая фраза, что в служении, которое сегодня представляется, примерно участвует 30 человек и более. А я продолжу хочу сказать, а где же 130? Видимо, церковь, а то 160 человек. Почему? Где же остальные? Значит, получается, есть люди, которые действительно были призваны, услышали слово его, и они следуют за этим золом. Друзья мои, ну не упаковывай себе, Татьяна рассказала себя, если немножко, может, ну немножко. Чтобы приготовить проповедь вот эту, мне понадобилось, ну минимум 10 часов, может быть, 12 часов. Это бессонная ночь, это трудности, мук, харадов, так сказать, потому что можно о многом говорить, но вы знаете, насколько хочется скузить, именно понять, что на Господь хочет сказать. Это очень важно. И таким образом, когда как бы представляешь себя и понимаешь ответственность, просто умоляешь, чтобы Господь именно проговорил к сердцу каждого из нас, чтобы вы действительно сегодня могли понять, что Господь хочет, чтобы мы услышали Его золо, Его призвание, Его призвание. Чем Он нас призывает? И откликнулись на то, что Господь хочет. Чтобы не были чувствами, или так сказать, Господи, сейчас. И так это сейчас тянется годами, десятилетиями. И так мы ходим, слушаем, из года в год десятилетия, может быть, пятьдесят лет, и так все сейчас остается в нашей жизни. Это очень важно, Господь, чтобы в жизни нашей мы отослались на призыв Господа. Чтобы не было подобно, как, знаете, Адам однажды. Голос Твой услышал я и боялся. А почему бы не выйти и сказать, Господи, вот я, говори. Да, так получилось. Ну, ты твори во мне, делай, что возможно. Почему-то так не произошло в жизни. Когда мы смотрим многие библейские персонажи, допустим, я один возьму призвание Моисея. Просто за не менее времени я хочу сказать, в книге Исход 3 главе написано, кто был Моисей, он пас там. Стадок есть из своего эфора. Как он туда попал, вы знаете, человек, который получил колоссальное образование, научился теоретности египетской. Так случилось, что он убежал от своего господина или госпожи. И вот случилось так, что он находится в тех условиях, и Бог его призывает. Вы помните в дневном кусте, который горил изгорал. И Бог начал говорить с Моисеем. И для того, чтобы действительно донести Моисею, именно показать призвание, к чему Бог призывает. Моисей, смотри, народ находится в рабстве, стенах, трудностях, проблемах. Я усматриваю тебя, чтобы ты пошел в фараон и вывел народ из рабства. Вы знаете, сколько там Моисей находит отговора, как Господи, да, я вроде готов, я понимаю, но пошли другого к мне. Ну, ты знаешь, что у меня и речь такая, я не способен на это все. А Господь говорит, ты поедешь, тебе есть брат Аарон, он сделает все, ты должен это сделать. И наконец-то Моисей соглашается, и вы понимаете в этом, когда он услышал Божий злок, понял, что именно Господь призывает к этому, он действительно соглашается и делает это важное ответственное делать. Пусть таки, никогда Господь не вручает своего человеку, прежде чем что-то не сделать в жизни этого человека. Вот допустим, мы прочитали вот этот текст, который мы говорили о учениках, что Господь со своей стороны призвал учеников, когда он был вместе с ними, кажется, много говорил ученикам, показывал, но наконец-то пришло время, когда нужно было их призвать. И сказано, что зашел на голову и позвал к себе, кого сам хотел. И пришли. Я так думаю, наверное, сразу им дары дал, дарование, и сказал, а теперь идите и проповеду. Так было. Но не так же. Здесь написано, и поставили из них двенадцать, чтобы с ним были, с ним были. И сколько они были с ним, тратя время, так сказать? Три с половиной года. И были сколько часов каждый день? Я думаю, все время. И помните, даже Петр говорил в одном месте, Господи, вот мы оставили все. И последовали за тобой. Что же будет нам? Все оставили. И вот на протяжении трех с половиной лет, Господь их учил, учил, и даже были такие моменты, вроде что-то еще не так, они пошли, изгоняли бесово, а не получилось в них изгнать. И Господь говорит, недостаточно веры еще, недостаточно молитв и много другое. И так Господь призывает прежде всего, что быть с ним. Вторая мысль, которую я хочу обратить ваше внимание, как мы говорили, что есть призвание, слышать голос, зов его, и откликнуться, отозваться. Второе, что Господь делает в жизни призван, которые уже услышали голосом, которые сказали, как мне это прописали, говорят, вот я, Господь, пошли меня, вот я, Господь. Что Господь делает в жизни этих призванных, чему Он хочет научить, к чему привести, чтобы до ней получить свое имение, свое середон. Об этом говорит критча о талантах, Ивана Матфея, 25-я глава 14-я стиха. Там повествуется о том, что Господь поручил имение свое, своим рабам, которые были там, чтобы они распоряжались и приумножали его. И вот сказано было о том, что один получил пять, другой два, один талант. Вы помните это все? И вот сказано, тот человек, который получил пять талантов, он пошел в ботовьи и беда. А таланты здесь подразумеваются, или прямо говорится, серебро Господина моего. То есть Господь дал это серебро. Господь дал свое. Вот кому Господь может верить свое? То, что Божье, то, что его, его царство. Не наши интересы, а его интересы. Кому может верить? Всякому или человеку? Конечно же не всякому. Сначала нужно научить, сначала нужно каким-то образом сформировать человека, а потом уже вручить его. И вот смотрите, те два человека они приумножили Господь, видя это, не то, что сказал благосновение, сказал хорошо, добрый верный раб. Ты понял волю Господину? Ты сделал это все? Но был один, который проявил себя вот так, и там сказано о том, что он был лукавый и верный раб. Он сказал ты человек жестокий, я знал тебя, а поэтому я вот так поступил. Конечно никто из нас так не говорит, я уверен, я знаю это все, и мы каждый еще Господь потребует, не, лучше я ничего не буду делать, чем так оно делается, лучше не буду делать, чем так это люди совершают, а то такие и все, многие другие, и масло коворок можно найти, чтобы не делать и не принимать Божие, то, что Господь хочет дать нам. И поэтому Господь хочет действительно сделать прежде всего в нас выработать правильное мышление, понимание, что есть Божие, и чтобы мы что-то сделали в своей жизни, чтобы мы не сломились в свое время, когда мы примем Божие. Как это однажды было в жизни, допустим, первого царя Саула. Помните, что Господь помазал его на царство через Самуила, и Самуил помазал, но этот человек не смог царство, потому что он уклонился, когда он видел внешнее, материальное, земное, этих волом, он обратился на эту корость, и таким образом он не исполнил своего долга, своего назначения, которое Господь предназначил о нем, и соответственно Господь в жаре и о том, что поставил своего царя. Или возьмите другой пример священника Ильи, который был в храме, он видел, как ведут его сыновья, и там написана такая фраза, что когда человек совершит перед человеком, священник говорит, то помолится о нем, а когда перед Богом совершит, тоже помолится о нем, то ты же возьми и помолись, ты же отец, ты же видишь, как сыновья твои ведут, ты же что-то сделал, предпримей, и таким образом Господь от веры посвященств. Господу было неугодно, потому что какая-то нестелая проявлялась в этом, в том, что совершалось. Или возьмите вот пророка Иону, помните, когда Господь поручил, пойди, скажи, и он осмотрит, и тут вот, враги и в Израиле, и в Израиле, этим неневитянам я буду говорить, или еще многое другое, и он смотался на шмурке, поехал в другую сторону, и форсис назад. И к чему это все привело, вы знаете, как хит его, повлаки, выбросили, море, и так дальше. И вот и он, он снова же проповедует, но, да, проповедовал, но смотрите, какое состояние. когда все-таки это все-таки